всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал коротко а не коротком с вами кин и кайдзю возвращаются тихоокеанский рубеж темная зона события сериала стартуют в городке меридиан где после масштабной атаки кайдзю городок оказывается разрушен а материк захвачен связи с чем объявляется протокол темной зоны при котором все ближайшие базы сворачиваются и гиря отрубаются от спутников но одному уцелевшему егерю охотнику удается спасти автобус детьми среди которых наши главные герои тейлор и хейли дети пилотов егеря которых вместе с остальными детьми решают спрятать на месте старой базы сами же пилоты отправляются в сидней новое место расположения базы но сидней ой как не близко поэтому на их скорое возвращение рассчитывать не стоит если вообще можно рассчитывать хоть на какое-то возвращение так и живут выжившие в течение пяти лет пока хейли случайно не находит брошенного егеря у которого из плюсов то что он большой и сильный а из минусов то что на нем нет оружия так как он тренировочный а поэтому и был брошен но активируя атласа так называется егерь ребята привлекают внимание кайдзю и после атаки на их поселение тейлор и хейли решают отправиться на поиски родителей а вот смогут они их найти или нет и кто повстречается на их пути вы узнаете в сериале тихоокеанский рубеж темная зона признаюсь честно я являюсь большим фанатом фильму фильма тихоокеанский рубеж да именно первой части потому что многие уже говорили но я скажу еще раз вторая часть это трансформеры против кайдзю так как в нем не осталось ничего кроме идеи первого фильма яркий позитивный блокбастер с прыгающими так как будто они не весят сотни тонн роботами в то время как первый фильм был темной мрачной научной фантастикой с роботами тяжесть которых чувствовалось даже если смотреть фильм на телефоне и что я могу сказать про темную зону ну он взял лучше от первого фильма и худшие от второго а именно роботы в аниме массивные а сюжет не самый позитивный и порой может принести не самые приятные сюрпризы но при этом это все так мультяшно а то я жалуюсь на то что мультик мультяшный на самом деле я имею ввиду что здесь очень я бы даже сказал слишком яркая картинка и как по мне если бы они придерживались в плане цвета тона первого фильма то это бы пошло аниме только на пользу хотя когда привыкаешь к анимации в духе геншин то норм при том что сюжет действительно хорош только вот одно но как я сказал ранее я являюсь большим но не безумным фанатом фильмов я не помню название всех егерей имена второстепенных персонажей прозвища кайдзю а поэтому поначалу мне было довольно сложно срастить когда именно происходит аниме то ли после второй части фильма то ли между первой и второй так как поначалу нет особых привязок с событием фильмов и только ближе к концу когда упоминается восстание гибридов кайдзю беспилотных егерей и 23 беспилотных егеря-дрона времен восстания ренегатов все встают на свои места и становится понятно что событие аниме происходит спустя какое-то время после второй части и радует что это не единственная отсылка на фильм есть например как визуальные пасхалки так и другие моменты прямой связи с фильмами ло найди записи пилотов-одиночек найдено три файла маршал стекер пентакост а также рейнджеры герк хансен и ралли пекет также есть назовем их параллели в персонажах например джоэл в плане характера очень похож на германа и ньютона смешанных в одном человеке в темной зоне только я спец подрифту и шейн это знает а шейн что-то вроде ганнибала чау в бога не никто кроме меня условия не ставит а в отношениях шейна и мэй можно уследить забавную аллюзию на то что было бы если бы стекер был уродом в плане воспитания мако убей или ты или тебя я уверен что там есть и другие пасхалки отсылки может быть имена или название и гирей но я их не выискивал а просто наслаждался просмотром чего и вам желаю а поэтому подведем итог тихоокеанский рубеж темная зона это сериал с нетипичным для аниме форматом анимации который признаюсь нужно привыкнуть но если вы все же не сдадитесь и привыкните вас будет ждать приключения в мир кайдзю роботов семейных уз и жестокости расширяющий лор оригинальных фильмов и насколько мне известно еще до выхода этот проект был продлен на второй сезон и я вот очень надеюсь что он соберет достаточные рейтинги и студийные боссы увидят что кто-то еще любит этот мир роботов и кайдзю ну и мы наконец получим третью часть ну а темная зона пускай служит своеобразным приквелом в духе того как ванда вижн служит приквелом доктора стрэнджа 2 только пожалуйста если третьей части будет пускай она будет как первый фильм ну или на крайня как аниме а не как вторая часть пожалуйста ага и тут студийные боссы узнали о существовании моего канала конечно тихоокеанский рубеж темная зона ну а на этом у нас все и всем большущие спасибо за просмотр и если вам понравилось данное видео то подписывайтесь на канал ставьте лайк но в описании для вас я оставлю ссылки по которым вы при желании можете поддержать канал также в описании вы найдете основную информацию про сериал и ссылки на мой инстаграм и группу vk в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов ну а я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии пока ну конечно ну